приветствую всех с момента запуска программы и выплатил более 25 миллионов русских рублей я выплачиваю деньги на карты банков рф или же на любые криптовые кошельки выплачиваю быстро но после проверки информации интересует долгосрочное сотрудничество проверка информации занимает от 10 минут до нескольких недель в зависимости от того что вы мне даете интересуют первую очередь контакты военных рф которые принимают участие в войне от них интересует информация о личном составе о складах о складах гсм о технике ребр и тому подобных историй также интересуют различная военная документация начиная там от брок и заканчивая потерь личного состава очень нужны контакты научных сотрудников различных исследовательских лабораторий и таких вот направлений еще нужны контакты среди администраторов информационных систем банков или различных телекоммуникационных систем провайдеров поэтому телеграм здесь написан ватсап здесь написан он приоритетнее для общения для староверов электронная почта также мой телеграм-канал касающийся только информации о этом проекте поэтому обращаемся отвечу всем отвечаю не всегда мгновенно но отвечаю я так понимаю что вы не сильно и на обмен уже хотите да вы об этом сказали администрации на владимир зовут я журналист общаемся с пленными но у вас нестандартный случай хотелось бы понять вашу историю вы даете добровольное согласие на записи публикации нашего интервью до расслабьтесь чего вы так напряглись я же мы же не на допросе допросы уже все прошли скорее всего прошел да прошу представьтесь как зовут вас фамилия имя отчества дата рождения откуда вы там я воспитывался в детдомах родители меня бросили в детдоме не разрешили меня установить меня меня хотели в детдоме установите они не разрешили но и сами не приехали не так можно да во первых сами бросили а потом еще и запретили установить кому-то дальше ну потом я убегал из детдома начал заниматься кражами разбоем там но преступлениями 18 лет попал в тюрьму и с 18 лет вот практически до 30 с лишним лет вот отбывал наказание в тюрьмах с 18 до 30 вы хоть выходили выходил на короткое время снова разбой кран снова как раз же в основном а где жили когда выходили ну так сказать где придется где приходилось бомжевал что ли бомжевалки ну где-то у друзей последний раз в там в молитвенном доме у пятидесятников ну мне не удавалось на нормальную работу устроиться из-за судимости последний раз колония мой военный билет потеряли куда-то меня без военного билета освободили и без военного билета также не смог устроиться на работу а военный билет был срочку служил нет а военный билет может быть и без службы срочки да да понял без военного билета тоже нельзя никуда устроиться но военном билете пишут военно обязан в мирное время негоден не гонит а по какой причине не гонит там по психическим всяким отклонениям а есть психические отклонения как но она незначительная она как бы там раз типа расстройство небольшое там такое эмоциональное расстройство что-то такое а как вы для себя это эмоциональное расстройство свое можете описать ну порой высказывание людей близко воспринимаю из-за этого начинаю впадаю как в это в эту типа это в раздражение там в гнев могу впадать начинаете раздражаться потом быстро отхожу там не начинаете раздражаться и что бросаетесь в драку там нападает драку не бросаюсь драться вообще не умею а шея обгоревшая в боевых действиях но она не обгоревшая то я в тюрьме вскрывал себе а можете чуть-чуть убрать тут тут у меня перелом училисти был в десять лет а тут я вскрывал да повернитесь чуть сюда не все 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 просто повернитесь вот вскрытие да но что сказать ничего хорошего ничего хорошего все садитесь я просто хотел на камеру попала что в это потому что так по виду издалека она вроде как знаете обогревшая кожа ну или что-то какие кипяток там обшпаренный не знаю что-то такое тяжелое детство да нелегкое а как вас мобилизовали ну минобороны приехала в тюрьму к нам на особый режим кстати вскрывался реально намерен был покончить жизнь самоубийством или это был акт демонстрации несогласия ну скорее всего как один демонстрации ну картинно бывает вскрываются потому что с чем-то не согласны да а с чем вы были не согласны ну соотношением у меня плохо отношения с с остальными осуждениями складывались плохие отношения мужиком был ну папа тюремным понятиям обиженным в обиженной записали из-за чего ну вот тратив 10 лет там получается опустили меня ну вы первые кому я об этом говорю я обычно говорю что покурил там после обиженного покурил после обиженного да есть обычно я об этом не говорю я могу спросить как именно это происходит что опустили ну я пошел там в деревню погулять там мы металл собирали ну там на 1 нарвался в деревне мы забежали дочь начался там мы забежали в сарае он там начал мне угрожать и заставлять там вот эти вещи эти все делать эти все вещи это называется оральный секс да и он вас склонил заставил кто что это был за человек местный житель с деревни там а местный с деревни да а вы в интернате были да вы жаловались кому-то да я потом на него зрение писал его судили а его судили но вас уже причислили к вот этой иерархии да сколько было лет вам 10 лет но я пытался от него убежать он он мне ударил понятно понятно перелом челюсти мне было за этого это вот там у вас был перелом челюсти да вот у меня спицы вставляли сюда этот шрам до сих пор у вас остался с десятилетнего возраста да еще раз тяжелое детство действительно тяжелая да вы же не виноваты в этом нет человек вы не очень крупный я так подозреваю не очень физически развитый если мужик был здоровый но броник на себе таскал броник на себе таскал на боекомплект на себе таскал я имею ввиду в тот момент когда вам было 10 лет и она ну он физически вас склонил к этому правильно ну да да сломал челюсть то есть таким образом обыкновенный педофил как же это в российском скрепном обществе появляются такие люди там часто такие появляются я сам со многими сидел в тюрьмах и там разные истории у каждого но насильников много там сидит но вы как раз сидели среди такого контингента такой вот такой контингент которые такие как я опускают к ним отношения потом но не доброе так сказать но это понятно многие занимаются тем чем заставляли заниматься своих жертв да у них это в обе стороны работает они же извращенцы не только чтобы кого-то склонить к этому но они зачастую приезжают тюрьму рассказывать что они ни в чем не виноваты там что мало редко сама хотела ну там понятно что они это будут рассказывать здесь тоже некоторые российские военные пленные рассказывают о том что они кого-то сюда пришли защищать я пошел за помилование чтоб с меня судимости сняли но я когда пришел на войну я начал начал понимать ну нам рассказывают что на украине фашизм что демилитаризация происходит на украине от нацизма от фашизма но я не увидел тут не фашизма не нацизма я наоборот увидел хороший народ хороших людей я пришел в авдеевку без оружия пришел в этот в коттеджный поселок прям там где авдеевка там коттеджный поселок есть в соседний коттедж пришел к украинским военным спросить пауэрбанк зарядить но они ничего сама не сделали они могли бы показать свою ненависть как на оккупанте они меня даже не ударили ни разу просто взяли в плен передали другим все как так получилось что вы пришли к украинским военным пауэрбанк зарядить ну мы когда пришли штурмовать лесополку там весь мой взвод положила все погибли я прятался в окопе при каких обстоятельствах положил взвод ну артобстрел был артобстрел то есть ближнего какого-то стрелкового боя не было просто под артобстрелом да 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 сколько человек ну во взводе 22 человека и 21 из них погиб ну практически все но я видел еще двоих потом в деревне раненых со взвода и все и я в окопе спрятался не не знал чем мне дальше делать потому что мне сказали что украинские военные наши они почти ничем не отличаются я боялся вылазить из окопа вот так получилось что все погибли а вы остались ну спрятался под кустом молился богу что помиловал ну сгруппировался вот так вот там под кустиком и вот так вот как-то остался живой но там еще один рядом со мной только не смело взвода тоже уцелел рядом со мной прятался что с ним ничто с ним не стало не не дальше какая его судьба который нам со мной прятался не знаю я потом ушел я ушли с целью ну и я сначала пошел за медицинской помощью я пока бежал до лесополки с автоматом мне сюда осколок прилетел сюда думал за медицинской помощью туда позвали там медицинская помощь мол это да пошел пришел говорю у меня тут осколок а тут они говорят ну мы только тяжелых принимаем иди назад я убежал назад там в окопе прятался потом вы к своим пришли и они говорят вас уходи да да они мне сказали только тяжелых тяжело раненых принимаем иди назад куда назад ваших нет ваших всех положили куда назад вы должны были идти ну я спросилку назад он говорит да назад и ну я пошел назад в окоп сел сидел в окопе а вокруг трупы ну практически одни трупы но там еще раненых много тяжело раненых валялась там которым медицинскую помощь оказывали а пришли оказывать ему все-таки помощь на место мучишь кто кого тяжело ранен какая-то эвакуационная группа да там эвакуационная группа была а вы сидели в окопе да так дальше ну сидел в окопе потом у нас это переночевал в этом окопе ну маленький окоп такой вот так вот как бы ночевал листья нора вы называете просто маленький окоп такой я вот так как бы нас на следующий день эвакуационная группа там два человека подошли ко мне спросили что малой 3 живой вы кто мы эвакуационная группа но это пошли с нами они мне с собой повели хоть они как они хотели там камак мотолыги пробраться говорят мол мотолыги там раненые сидят потом в итоге мы не стали к мотолыги прорываться ушли сидели под кустами короче и потом но я смотрю ну по под кустами сидели там еще раненые сидели ну получается нас много уже а если много нас то если дрон заметит но что много это уже цель и я думаю надо короче уходить раз нас тут нас тут много все и ушел и другой окоп нашел другой окоп залез вы так рассказываете будто вы перемещались по своей собственной воле то есть вас никто не контролировал не контролировал никто команда моя погибла кому прибили с теми сидели что ли вот так увидели своих какую-то группу да пришли к ним сели увидели что их слишком много решили пойти в другое место пошли в другое место так да они вам ничего не говорили вы кто вообще чего откуда были какие-то разговоры ну вот ну с эвакуационной группы ребята спросили откуда я там я сказал там а те которые возле мотолыг сидели не возле мотолыг никто не сидел это не они хотели к мотолыги там прорваться к мотолыги говорят мол там это в мотолыги в самой раненые а потом не стали они к мотолыги прорываться куда-то они ушли я под куст под кустами сидел там с ранеными потом ушел в окоп в окопе сидел потом вообще решил уйти с лесополки днем выглядываю в меня рпг-шник стреляет просто выглядываю ракета летит с противоположной лесополки и все я потом ночью ушел с этой лесополки пришел к танку нашел там еду воду нашел все там по танкам там переночевал наелся напился переночевал потом в танк залез там нашел сигареты и потом на следующий день поэтому на следующий день начали с лесополки к этому танку бегать по танку начали работать минометом кассетами начали по танку работать я сидел в танке молился богу чтобы меня помиловал чтоб танк это не взорвался потом танк начал гореть и там пацан по танкам лежал мы с ним убежали в деревню так ну в деревне пробыл почти месяц там домик нашел в домике поселился там пробыл почти месяц в деревне в авдеевке где-то под авдеевкой что как называется населенный пункт красногоровка красногоровка еще там никого не было почти месяц не там были там потом панпа наехала много вы были с автоматом с быка автомат с броником в это в лесополке я все сбросил когда уходил то есть выходили уже просто по форме но без оружия и в этой красногоровке вы поселились в этом доме вместе с этим парнем не он потом куда-то к своим ушел а он был с автоматом да с оружием он ушел к своим а вы остались в этом доме да и что вы там делали что вы ели но находил консервы там пайки военные находил себе поесть украинские российские 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 так дальше потом там и встретил от одного мужичка он тоже там воевать не хотел он там как сказал он там денег много нашел 100 с лишним тысяч и все хотел к городу уйти там рублей да все хотел городу уйти там потрате деньги там вот мы с ним мечтали все города уйти и потом мы с ним ушли с деревни в новоселовку сначала пришли переночевали там в доме в новоселовке потом я говорю да наверное надо в другую сторону уходить но на утро в другую сторону двинулись к железной дороге пришли нас там встретили разоружили задержали хотели военной полиции сдать как это было ну мы просто шли по дороге подходили уже к железной дороге там моста разрушенный железнодорожный мост он разрушенный а поджи под железнодорожным мостом с двух сторон российские военные занимают позиции вот мы начали подходить а они крик начали кричать положите оружие мы положили оружие так у вас же не было оружие ну когда я уходил с деревни взял автомат но думаю что деньги вы взяли ну у меня было там три автомата слушайте вы давайте как-то честную историю рассказываете потому что но если вы хотите реально остаться и не пойти на обмен да то хотелось бы понять искренний рассказ честного человека потому что ну я вас постоянно ловлю на каких-то противоречиях я довольно внимательно подхожу к такой беседе потому что с пленным который да я могу не обращать внимание на некоторые детали вы же хотите остаться то я если вы говорите о том что автомата у вас не было здесь он у вас был но потом мне он я нашел себе автомат потом потом еще ходил к передку там трофей собирать и еще еще там автомат нашел не пропускайте такие вещи потому что не сильно понятно я просто не не все по порядку можешь рассказываю хорошо хорошо от одного двигаюсь к другому вот так вот давайте в хронологии пойдем с того места где вы положили оружие свое свой автомат с которым я пришел штурмовать я его оставил в лесополке я понял вы нашли автомат в деревне уже пришел без оружия там меня когда встречали без оружия я подозрение сразу вызывал почему я без оружия метам проверяли шмонали там ну ваша же до обыскивали меня под автоматом потому что но подозрительно война а я без оружия папа по деревне хожу и это а потом уже когда в домике жил когда туман был ходил там гулял в поле там урал стоял в урале этом нахать нашел там генератор автоматом нормальный такой он весь такой смазанный ухоженный был переоделся там другой одежду нашел но тоже форма да ну мультикам овская не такая как какую нам выдают мультикам овская мультикам овскую вы сняли с кого-то не там в урале нашел в урале прям сложенная была форма да в пакете там в ящике между кабиной между этим там ящик такой она в пакете была форма натильное белье там вот и потом с этим мужиком мы ушли с деревни у меня на смартфоне карта была где мы взяли смартфон вот еще вопрос ну вот этот вот этот мужичок когда пришел первый раз туда в дом где жил который с деньгами да вот он он принес с собой телефон я у него его уговорил поменяться там на другой я там другой находил простенький ну там на нем музыку можешь слушать радио на нем нету нету камеры такой простенький вот мы с ним поменялись на часы на этот телефон там и он мне этот сенсорный телефон отдал и я себе попросил чтобы там там пацаны приехали из другой бригады в подвале ночевали я спросил у них они мне карту скинули на телефон все я там по карте ориентировался когда мы уходили сначала в новоселовку мы пришли там переночевали в доме потом я говорю прошелся по деревне говорим что-то деревня такая не очень тут по любому магазинов нет надо наверное в другую сторону уходить в обратную мы в обратную сторону ушли и прям по дороге прямо пошли и при пришли к железнодороге и вот там нас встретили разоружили задержали российские военные уже все до ночи мы прождали военную полицию ждали и он ночью говорит ну двигайтесь мол вперед как бы в растягиваясь но я ушел вперед они отстали я в кусты от них но думаю но военная полиция могут еще это за оставление военной части могут стать удать так все я там потом нашел блиндаж так стоп вы сбежали от них или что да каким образом ну я ушел вперед они отстали я в кусты еще я они ушли может говорить вы где-то ждали военную полицию они приехали они приехали просто не прям сюда ну к железной дороге они метров за 200 где-то встали и встречали нас там так встретили не а нам нужно было до них как бы дойти я ушел вперед они отстали остальные еще раз вы говорите что вы вышли на своих и вас взяли под конвой до вас взяли под конвой ну как когда военная полиция приехала в три часа ночи нет да вы говорите вы сразу вышли на своих они говорят кто вы что вы до разоружили нас задержали мы там все мы там сидели вот в блиндаже под мостом сидели даже под мостом дальше и до трех часов ночи мы там сидела и когда военная полиция приехала мы вышли они но военная полиция не при приехала не прям сюда ну где мы сидели они как бы там а машина у них стояла у военной полиции просто пришли там два человека сказали мол пусть выходят пусть выходят их там встретят и они говорят нам ну идите мол только растягивайтесь птички летают но опасно группой сразу идти и вот как мы пошли я пошел быстрее они отстали я потом в кусты как бы все это в кустах переночевал потом там то есть это расстояние в поле зрения это метров 200-300 от вас что вышли до военной полиции вот например военная полиция да вот вы идете и вот это вот ну вы ушли там метров на 50 фактически вперед наверно или на сколько может быть больше я не знаю может быть метров метров сто вы уже видели эту военную полицию она видела вас нет темно же было темно ночью вы прыгнули в кусты но и вас они прошли мимо вас потом да ну они кричали потом меня я там спрятался вот потом я там нашел блин дашь там получается лесополка как поедет ли блин дашь нашел там блин дождем устроился потом там меня свернул это пришли увидели в этом блин даже меня и надо было опять уходить ну там что-то искал бегал а я там фильм смотрел на телефоне громко включил а он там проходил услышал услышал что там но кто услышал я пропустил ну тоже какой-то военный российский да а вы там в кустах прям вот это начали смотреть в блиндаже блин даже я потом блин дашь нашел да 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 и это кто такой там туда-сюда видишь ты я без оружия без брони да говорю это в деревню мне надо сейчас днем не иду пока потому что ну птицы летают опасно сейчас вечером пойду мол в деревню он такой послушал меня ну хорошо и ушел ну а я думаю надо уходить потому что ну может привести других да и все быстренько собираюсь и опять в те же кусты откуда ушел и все буквально через минут пять-десять слышу они там пришли за мной кричали чем вас сразу не увел я не понимаю он с оружием вы без нет он он пришел без оружия он тоже без оружия он видимо что-то просто решил пройтись ну понятно и это все я даже дождался ночи и потом ночью ушел обратно к этому уралу потому что мне да было там много пайков было там в этом блин даже ой в этом урале при переночевал днем пришли там двое они ну бывают ходят чего-нибудь собирают военные двое пришли к этому уралу тоже я у них подозрение вызвал почему это без оружия логично но да я говорю так же собирал говорю трофей сейчас сейчас говорю в деревню это надо двигаться сейчас говорю просто боюсь пока днем идти мол короче 11 давай ну догадываться что ну что-то не то а ты говорит не дезертир случайно то нет говорю короче ну чего вы говорите говорю птиц нету ну ладно говорю собираюсь пошел все они чему вы хотели прийти вот этими своими передвижениями с одного места в другое с третьего в четверто какая была ваша цель ну хотел вообще в город выбраться город выбраться зачем ну там попробовать пожить познакомиться с кем-нибудь пожить там а вы понимали что вы могли выбраться в город на украинскую территорию да ну я думал может с украинскими с кем познакомлюсь подружусь может с кем-нибудь потому что ну вы думали вас нормально вас примут в российской форме украинцы ну у меня как у меня была не та российская форма мультикам вы думали прикидываться украинским военным ну как прикидываться ну думал может как-нибудь общий язык найдем я не брал с собой оружие чтоб ну как бы я правильно понимаю что у вас была цель слиться с мирным населением гражданским да дальше потом когда я в авдеевку уже пришел ну и с этого урала я ушел на следующий день на на следующий день не ушел по утру с этого урала и все так по карте прикинул так ну смотрю вот с той стороны прилеты есть стоя нету с той прилеты с той прилеты а с этой нету стороны прилетов мы прикинул может попробовать вот так вот ну выйти смотрю так по этому направлению смотрю там там деревня веселая там озера идут ну короче и вот так вот вот так вот ночью туман еще был ушел к деревне веселая пришел ну думал сейчас в лесополке переночую а потом полутру двинусь дальше ночью так холодно что-то стало я оделся и думаю надо короче двигаться и ушел дальше шо 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 это веселая прошел почти полностью устал идти решил свернуть переночевал в кустах на утро встаю смотрю ну там вдоль и я понимаю что там озеро потому что услышал вода там это вдоль озера утром стою смотрю окопы чат оппозиция подошел потихоньку там посмотрел смотрю там это глушилка дроновская стоит пулеметы там ну гранаты посмотрел смотрю там это солдаты но я думал это уже украинская территория думал украинские военные думаю надо наверно уходить короче собрался пошел дальше давай двигаться под этим там лэп идет по полю где лэп давай двигаться там растяжки давай перепрыгивать перепрыгнул все растяжки повернулся смотри чат оппозиция может мне показалось или реально как будто двое стоят вдалеке на меня смотрят скорее всего показалось наверное они бы так просто не смотрели бы на меня ну видно было что чат оппозиция ну при пригнулся и пошел и прям к озеру вышел там на карте написано голубые озера а потом как когда меня уже допрашивали у вас на картах там песочный карьер оказывается написано спустился за рюкзаком поднялся туда коттеджу там это ну расположился коттеджи там а на следующий день вот решил зайти в соседний коттедж это спросить пауэрбанк зарядить и меня взяли в плен вы пришли к украинским военным да заходите говорите что ну и как ну я как бы это не прям напрямую к ним в дом я как бы с опаской сначала генератору под пришел генератору подошел потом думаю заглянуть кто там есть заглянул и вот он стоит это такой да говорю а пауэрбанк можно зарядить да он сам смеялся он меня сразу иди сюда такой меня вот так вот руки делает другому товарищу кричи смотри тут кого я нашел а тут в непонятках кто это такое а я говорю да я из россии убежал все они они сразу ну на колени автомату перед мной поставили кто такой разведчик не разведчик да нет говорю один убежал из россии говорю вообще на вашей стороне хочу быть все ясно на нашей стороне вы хотите быть в каком смысле мы и если понадобится буду даже воевать на вашей стороне воевать так же как и на той стороне вы воевали да нет там просто бросили меня в этой лесополке там я в деревне жил не даже не искал никто нет ну допустим хорошо у нас такого отношения нет но у меня такое впечатление что при первом серьезном столкновении вы просто или спрячетесь или убежить да я прятался не потому что я прятал я прятался я был напуган и не знал что у меня дальше делать я вылазил нет нет кричал им если чё я тут я кох я тут никто не пришел даже ну ладно ладно я не компетентен проверять вас насколько вы готовы или не готовы но вы утверждаете что вы хотели бы повоевать за украину да раз я ну россии стал не нужен я за украину буду тогда воевать я некомпетентен решать будете вы не будете я не знаю как это работает есть другие люди моя задача раскрыть вашу историю ну мне кажется что плюс-минус она раскрыта нет ничего не могу не обещать никак это не резюмирую разве что если хотите можете от себя что-нибудь добавить ну ну что добавить я желаю чтобы скорее мир наступил на украине чтобы чтобы украина победила потому что ну правда я считаю за украиной в россии обманывают что тут они демилитаризацию проводят что-то другое они тут денацификацию и легенды ну я не знаю но нацистов видели нет видели вы вместе с ними сюда пришли я не знаю российской армии а ну да россия скорее всего это нацисты есть в вагнер потому что вагнер я там где-то читал это фамилия какого-то вообще нациста по моему приверженца нацизма какого-то про вагнера где-то я читал но он вроде как любимый композитор гитлера а да да любим композитор гитлера да они этого не замечают и зигов и хайль петрович как подписывался уткин командир вагнера этого они не замечают это и джрг русич со всеми их ними кстати их ними прекрасный украинизм в русский языке потому что я слово их не мы украинским короче у себя они не видят я имел ввиду что что про украинских военных говорят что они нацисты это все неправда но украинские военные хорошие люди они хорошо отнеслись несмотря на то что руки связали на колени поставили а что же с вами было делать ну да но они могли они могли хорошенько повербанк зарядить ну я искал возможность как бы перейти на на украинскую сторону но как бы сделать это как-то аккуратно чтобы мне впервые я уже все понял чтобы в первую очередь меня не жить а тут как к вам относятся остальные пленные ну конечно я ему уже сказал что я за украину но я нет нет и говорю слава украине но и они конечно уже относятся мне пока мне почти как врагу и я имею ввиду по поводу этих всех понятий там опущены не опущены они об этом знают они знают как-то реагируют то есть знают но а как им есть попытка какая-то храдации какой-то здесь по этим признакам но то есть относиться к вам с каким-то там пренебрежением например там руку не пожать да или что такое из-за того что у вас есть такой вот статус а нет но и и им как бы здорово здесь вы за руку туда да с вами здорово за нормально нету такого нету но тут и мне не дадут вот эти криминальные свои пропускать вход конечно не дадут но они могли бы все-таки между собой как-то ну некоторые там есть как это которые там в россии блатовали есть такие они как только узнали что я сидел таким сразу переселили другую комнату от меня подальше которые но их их самих вот когда мы ехали в спецвагоне там зэки украинские сказали что воры в законе сказали объявить бледями тех кто вот пошел против украины взял оружие то есть ну кем бы они себя не не строили это если бы они попали в обыкновенную украинскую тюрьму то я бы конечно им бы не позавидовал но они же отдельно тут содержатся не там у нас есть вот мы вот сдружились там нас трое и вот остальные ну так я хотел бы чтобы вы угостили тех которые от вас в другой барак переехали интересно взяли бы они от вас сигарету да они постоянно табак у меня просят а то есть и так да только а вы у вас есть потому что вы здесь работаете правильно ну бывает там где-то бычков а то есть нормально они от вас перес переехали но табак у вас взять это не западло да а стараются как бы не курить после меня да с теми с которыми я здесь общался я бы не сказал что они ничего не поняли они принципе в принципе они уже поняли что они не правы здесь как российские военные то есть что им здесь делать нечего и что они являются оккупантами а вот те которые вас считают врагом я так понимаю они ко мне на интервью просто не идут не идут да конечно они не пойдут у них а как они пойдут у них у меня-то просто родных нету я россии не я всех приглашаю кому нужно с родственниками связаться там чтобы рассказали что они не без вести пропавшие не погибшие что они вот живые что их из плена надо забрать в принципе люди сами записываются сами идут вот я никого не заставляю но из тех которые сюда приходили они как бы прекрасно понимаешь что они не все признают это конечно открыто ну плюс-минус все понимают что они не правы здесь им сделать нечего что они здесь оккупанты у меня вчера будет рождение 33 года исполнилось я я если думаю вам не часто на день рождения что-то дарили вашей жизни правильно думать день рождения никогда не это заслужить не было и нормально но у меня недавно диалог напряженный был с капитаном с нашим офицером но сам по моему уже давным-давно его завербовали в смысле завербовали украинцы завербовали но он какой-то как как завербованный но он не говорит никому конечно об этом а среди вас типа это но он просто он просто типа как пытался на меня наезжать из-за того что я выбираю украинскую сторону нас такой разговор ну вы это на всю комнату там вот буквально позавчера позавчера да позавчера у меня с ним диалог такой был и что за диалог был по поводу того что я украинскую украинскую сторону выбираю там туда сюда а уж он пытался рассказать ну как это вы прям занервничали чего я я типа это типа короче ради ради прикола говорю ну типа и едем домой в россию короче и он там начал да да ты же там другую страну уже выбрал туда-сюда ты же ты же сам говоришь мол что-то тебе россия ничего не дала ну да говорю в россии мне ничего не дала а чё она мне дала говорю мол это мама меня бросила родина если мать а мать меня бросила в детдоме не дала даже меня усыновить там туда-сюда короче там другие его поддерживали там остальные его поддерживают там стараются не понимать там вот так вот суть в том что россияне они между собой даже боятся о чем-то таком говорить просто потому что они все прекрасно понимаешь им домой возвращаться да и потом они начнут друг друга при первой же возможности там сдавать и это им естественно аукнется тут тут только сдают и тут друг друга сдают конечно потому что сущность у них такая но особенно у зыков ладно не знаю что что будет благодарю за беседу я благодарю вас тоже дайте мне мой микрофон замысло во-вторых вау 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 Продолжение следует...